Всем привет! Сегодня продолжим вам рассказывать про особенности и странности жизни в Австрии. Вот видите, мужики с грузовиком едут вдоль улицы и забивают какие-то шесты. Просто вдоль дороги вбивают шесты. Я это наблюдаю каждый год и решил выяснить. У меня были некоторые предположения по поводу этих шестов. У вас наверняка тоже. Ну, давайте гадать не будем и посмотрим. Вот вбивается такая палка. Она раскрашена в разные цвета по обе стороны дорог, на определенном расстоянии друг от друга. Это у нас дорога чисто деревенская, сельская абсолютно. Видите, тут тоже такие шесты. Что же эта деревянная палка делает и зачем она нужна? Нужна она потому, что в Каринтии у нас бывает зима. Зима бывает снежная. И довольно снежная. Вот это съемки прошлого года, зима 2020-2021 года. Смотрите, я еду и вдоль дорог тоже стоят такие палки. Ну, это котик у нас погулял на улице. А вдоль дорог, вдоль таких более серьезных, вот смотрите, как бывает со снегом в Каринтии. Стоят палки уже такие современные, пластиковые, с отражателями. А на деревенских сельских дорогах стоят вот такие деревянные шесты, традиционные, которым уже несколько десятилетий. Это традиционно в Австрии было давным-давно. Еще во времена, когда никаких автомобилей не было, были телеги. Это, видите, съемки, это наш котик Виль, обалдевший, на улицу смотрит. Вот эти все дороги сельские, они убираются, чистятся, но их обслуживанием, вот эти палки заколачивают, указатели снега, заколачивают местные власти. А здесь на дорогах, конечно, это все занимается уже дорожная служба, поэтому у них все это промышленно налажено и серьезно. То есть, есть ответственные люди в каждом селе, которые должны вот эти палки осенью поставить в ноябре месяце, а потом по весне собрать и где-то складировать. Цель, ну цель понятная. Когда переметает дорогу, переметает абсолютно, чтобы было для машины, которая чистит снег и для того, кто оказался в этот момент на дороге, чтобы он находил себе путь. Вот зима была, конечно, очень снежная последняя. Мне удалось заснять даже, вот смотрите, это на пирсе цапля танцует танец. Там и лебедь, и цапля одновременно вот такой интересный танец, она нам сплясала на пирсе. Ну, очень редкие кадры. У меня есть шорцы на канале и многие спрашивают, а что будет с лебедями зимой? Вот смотрите, что будет с лебедями зимой. Они, скорее всего, не улетят. Если они улетают, они отлетают недалеко на речку Драу, на соседскую, тут километров 20. Она не замерзает никогда. Вот даже если замерзает, вот лед, смотрите, я им прорубил прорубь. Я своими руками взял Кайло, прорубил прорубь и они тут в ванны брали. Я им сделал кормушку. То есть зимой, конечно, не горошки вот эти, как я из банки горошки даю. Нет, надо серьезная, серьезная кормушка. Она или стоит на льду, или плавает. И мешками покупал кукурузу, смесь кукурузы со злаковыми другими. И вот этим зерном просто, потому что, ну когда берег завален снегом, а озеро замерзло, у них еды нет вообще. Это очень короткий период, он недолго длится. Вот это все снег, вот это вся эта красота. Но это очень ненадолго, потому что на самом деле тепло и быстро все стаивает. А вот мы возвращались из Филоха и на обочине дороги я увидел вот эту картинку. Дорога подходит очень близко к озеру и на лужайку выбрались молодые. Вот это группа молодых лебедей. Вот спрашивают, что будет с птенцами. Птенцы, когда их родители отделят, они объединяются в молодежные группы. И вот эти молодежные группы, они вот эти уже белые. Это значит двухлетки уже, ну скоро уже по парам разойдутся. Может быть это и весной они уже по парам разойдутся. Они объединяются в такие молодежные группы и вместе где-то кормятся, где-то обитаются. Это от нас, от нашего дома километров 6 примерно. То есть это совсем какие-то незнакомые лебеди. Они, как видите, чувствуют себя абсолютно уверенно и спокойно. Хотя это вдоль дороги и здесь отношение к животным такое человеческое, нормальное человеческое отношение. Их не обижают. Вот так, расскажите, есть ли у вас такие дорожные снежные указатели. И вообще, как идет подготовка к зиме. Если видео понравилось, то подпишитесь на канал, поставьте лайк. Включите уведомления, чтобы знать, что происходит на канале. У меня новые видео выходят от двух до четырех раз в неделю. В общем, всего вам наилучшего. Пока, пока.